Связанное добром. Представители, казалось бы, разных структур сегодня объединились, чтобы в преддверии Рождества Христова сотворить хорошие дела. Сегодня роль добрых волшебников примерили члены городского профсоюза, ветеранской организации и БРСМ. Визит состоялся в рамках общего соглашения о сотрудничестве, которое действует с 2015 года. Но об этом гости просят не упоминать. Говорят, просто все по зову сердца. В таком медицинском учреждении я впервые. У нас постоянно на регулярной основе проходит акция «Чудеса на Рождество». И вот сегодня я поняла, что чудес ждут, наверное, не только маленькие дети, но и взрослые. Мы уже не впервые сотрудничаем с Брестским хосписом. Наши активисты, волонтеры регулярно приезжают, помогают им с уборкой снега. И при открытии хосписа мы помогали. Я знала, сколько пациентов в хосписе, но то, что я увижу ветерана Великой Отечественной войны, и то, что они будут так довольны ее дочь, что мы посетили сегодня ее, и поздравили с наступающим Рождеством, семья верующая, поэтому вот как-то в это вселило, этот факт вселил меня уверенность в том, что мы правильно сделали, что пришли в хоспис, потому что, в принципе, морально это нелегко. Городской хоспис только месяц назад открыл свои двери для пациентов, но уже смог стать примером сотрудничества и объединения. Привезенные гостинцы для больных, конечно, приятны, но куда важнее другое – немного заботы и чуточку внимания. Ведь каждый прожитый день для жителей палиативной больницы – вот настоящий подарок. Условия здесь замечательные, как для пациентов, так и для персонала, который здесь работает. Вот поэтому сегодня мы здесь приехали, познакомились, потому что здесь и наша профсоюзная организация создана буквально месяц назад. Гости небольшого, но очень теплого праздника собираются помогать Брестскому хоспису и дальше. Не только в новогодние и рождественские дни и в присутствии съемочных групп. Говорят, для добрых дел не нужно ждать определенного времени года и случая.